с вами шумики мы продолжаем проходить его под названием 2 скажу сразу вещь про его на пятнадцать минут геймплея я просто пришел в ту же локацию в которой мы уже которые уже был я уже позабирал некоторые нужно нам предметы с некоторыми письма позарил поэтому не удивляйтесь то что чего-то не хватает в игре поэтому скажу так как оно есть были врата мы их сломали с помощью способности льда после того как мы сюда пришли сюда отсюда вышло пять пиратов пираты говорят начали свои эти орать какие-то слова которые не по придумывали типа потом они думают слушайте так это аж не заключенное это так нужно сделать снова собрание вернулись соборания ну блин я не могу так сказать они тут стояли я с ним поговорю типа послушаем еще заняты короче бла-бла-бла-бла-бла-бла типа уходи ничего здесь не открывается здесь мы ничего не брали с вами здесь были кусты я их словал с помощью вот этой способности ветра и они такие стоп заключенные сбегают потом челик в зеленые такой бандане говорят слушайте я его где-то видел рыжие волосы очки на голове и сказали что-то я типа пират который призрак пираты и они короче свалили на корабле оставили нам такую лодочку мы все сюда есть стали в эту лодочку да я хочу отправиться в плавание и нам такой знаете показывает ты день типа я получил предмета в инвентарь и это как раз лодку типа размер предметов становится более абсурдный потом мы проплавали сюда и сказал что этот остров похож на крест что туда может на можно спрятать сокровища чтобы я приплыл сюда не таких ахаха должно быть вы очень отважно и разрешились напасть на нашу берлогу но боюсь мы принимаем вызовы только других пиратов то есть мы должны стать пиратом я потом проплыл сюда посмотришь есть ли тут что-либо и да там как вы видите есть вот островок я просто сейчас минимально пытаюсь рассказать то что было записано она просрена из-за чего было просрена из-за того что у меня был синий экран смерти я не знаю чем-то было связано просто зависло экран смерти и просто все вылетело да будь проклято имя пирата робертса из-за него и его сокровища все пытаются стать королями пиратами из-за всех этих преступников вокруг каждый ребенок мечтает вырасти пиратом это отсылочка если что на аниме который называется one piece да то есть сокровища пиратов которые типа знаменитые бла-бла-бла здесь ничего добыть нельзя но здесь есть мужик с которым уже повредить я просто обожаю готовить похоже изысканный шеф-повар пытается перед переделать вагдональдс интересно ему удастся воскресить это жалкое подобие ресторана я лично в этом сомневаюсь чем вообще занимаются специальные войск империи они должны защищать граждан но они ничего не делают чтобы противостоять пиратам бухты я всего лишь хочу раза разбогатить и чтобы при этом мои корабли не брали на борт даже и и не грабили я был чего совсем юнцом так юным пацанам когда пирата робертса покорял открытые моря хорошие белые деньки а раньше я приходил на пляж и смотрел как лодки на волне понемногу покрывают все песок как думаешь заливы серы когда-нибудь будут полностью залит затоплены не знаю что за серым пираты так любят сражаться друг с другом в драках на главных кулаках мне кажется что это жестоко и по-варварски тебе теперь мне нужно проверять есть запись или нет то что пет это просто шесть здесь мы тоже ничего не нашли потом я отправился в город и отправился в город поговорил со стражником добро пожаловать в джонова при этом времяпровождения все празднули 50 годов чем победы вечеринка будет воистину незабываемой как жаль что я для на поэт ту сторону вот уже 50 лет империя рыцаря мир пушит пушит празднует что надо сейчас не может произойти ничего уж основа у нас больше нет врагов я никогда не подготовлюсь к праздниковым все должно быть идеально молодежь не знает какой быть война в наши дни они просто используют ее как оправдание для праздника но как много погибло за свободу много людей еще больше демонов так вот эти девочки не здесь не стояли но они стоят здесь по одной лишь причине по какой я скажу потом мой дед рассказал как однажды какие-то люди сбежали через канализацию с тех пор и и закрыли но все равно приглядывает за ней на всякий случай кто знает может пираты бухты захотят попасть напасть думаешь они смогут пройти через канализацию думаю да если я смог пройти я не смогу так потом я зашел кажется в это дом и здесь стоит девка и стояла 4 еще как вы видели как раз на улице может 2 встретили кто это кто-то ты считаешь что сможешь помешать планам пророка не 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 это как раз вот она или он я вообще удивился что-то девка она говорила что типа она хочет что давайте взорвем типа в город к чертям и они попрятались везде чтобы заложить бомбы как я понял но мы это им помешаем сделать потом когда я сделаю то что я уже делал я сейчас покажу момент в котором мне почему-то вылетела а вылетела у меня когда я пошел в ту видите ветряную гору когда я пошел ветряную гору потом я пришел сюда я поломал все кусты все что здесь было чтобы подобрать еще монеток я все еще гд как он так быстро нашел мои сокровища я слишком много кустов покупал это я говорил но в войне это не помните потому что я из будущего вы из прошлого бла-бла-бла вы это видите сейчас но я не вижу это сейчас и потом мы отправились дальше мост перекрыт если что потом я пошел сюда в шахты это шахты у нас теперь я со всеми здесь поговорил давайте начнем с а верхам вот здесь ровно здесь где поедине стою валялся ключик сейчас покажу что за ключ ключ детей игра стала бы намного проще с ним навыком взлома замков по ходу этот ключ нужен для открытия у той сторожевой так сказать местности канализации асафиня у меня работы захвачены во время войны демона работают здесь что помочь процветанию империи как хорошо что демоны живут так долго и так и такие крепкие может мы освободим их через лет пятьдесят многие мои друзья погибли работа в этих шахтах выжили лишь сильнейший не думаю что нам повезло что мы выжили для меня это вскоре проклятие я не верю в судьбу хотя я часто гадаю что мы натворить что мы натворили чтобы заслужить это если мне повезет я скоро умру под обвалом это шахта довольно древние во время великой войны здесь жил истинный кузнец говорят что он создал самую лучшую самую лучшую когда-либо выкованную броню когда ста так когда страдания слишком сильны я вспоминаю как в детстве смотрел на звезды на звездное небо как думаешь есть другие миры далеко от нашего где все счастливы когда все на надежда потери на остается лишь глубокая черная дыра синий похоже все просто бесконечно повторяется я проживаю и проживаю ту же боль неужели такова вечная жизнь я не понимаю почему демоны не пытаются убежать в смысле как бы я поступил на их месте наверное это доказывает то что они просто животные некоторые говорят что член королевской семьи демонии выжил как думаешь он когда-нибудь придет чтобы спасти нас я не знаю чем то было связано у меня просто компьютер в минус улетел и пет я серьезно пересрал так 0 в лес если мы пойдем мы не пойдем потому что здесь перевал завалим потом я зашел сюда а у меня вылетела на выходе точно здесь стоит короче мужик професор а да все значит с этого момента сохранил ты все еще здесь думаешь я могу тебе так терять время я пришел сюда ради мира и покоя а теперь уходим я провожу очень важное исследование ты пришел издеваться надо мной и верно нет да серьезно ну ладно тогда позволю рассказать тебе историю давным-давно жил безумно ученый ужасающий человек получивший знания их из таинственных источников он обладал абсолютной силой даже умел создавать новые формы жизни но однажды он исчез без следа оставить своего сына без отца и совсем одного это был мой отец я едва его помню он бросил меня после смерти матери а мне было всего лишь четыре года с тех пор я пытаюсь перезайти его создав то что никто до этого раньше не сумелся сделать ты вряд ли поверишь своим глазам летающая машина знаю это звучит безумно но приложив достаточно усилий я считаю что смогу это сделать даже если на это уйдет вся моя жизнь конечно если бы у меня был прототип с которого можно начать это значит значительно бы облегчило здание задача так я рассчитываю силу подъема эргодинамики и временной градиент здесь нифига нету на самом деле не в сундуках ничего здесь монеты за жизнь не падает только все это просто кусты я не знаю почему у меня вылетела именно в тот момент когда вышел того так сказать с этой пещеры здесь вот такая херовина есть нас хранители обнаружили маджи они считали себя нашим создателем но они просто нашли нас так что ищешь священную силу ветра я вижу что ты еще пробудила так что ты уже пробудила но принесла ли ты мне то что о чем я просила я не знаю о чем вот она ни хера не просила мы их еще не встречали понимаете дело в чем я думал может быть мне нужно маану принести ей вот я сейчас знаете думаю я наверное остановлюсь сейчас запись потому что я боюсь того что сейчас может опять вылететь ну давайте я думаю да я так и поступлю поэтому я сейчас закончу запись если что просто их объединяю да и все так а теперь я просто начал запись хорошо вот я и пошел мет и минус игра просто к чертям все полетел я не знаю чем это было связано так ладненько здесь у нас это обвал ображенный путь моей деревне правда сейчас нам нужно позаботиться о более важных вещах ну а взрыве которому сейчас идет речь но 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 мы сначала должны исследовать местность потом я туда пойду и да я куда хотели взошел лаборатория эта лаборатория это случаем и там где двери дабы стояла это дверь выглядит ужасно знакомый да фиг его не возможно да мы встречали ее только в другом временном промежутке мы же тогда с города не смогли выбраться так ведь мы же в лесу закончили но за дверь и по сей день было типа в будущем она тоже была когда мы отправились так а ну а нам остается только идти в город и делать то что нам нужно но еще летающая машина все-таки получим как бы то ни было ну давайте тогда и остальной город я изучу я аж его так и не изучил решил закончить типа изучать после того как я этих девочек встретил я играл с ключом когда у меня поймал стражник нам запрещено иметь ключи поэтому он забрал его и я почти уверен что он спрятал его в одном из сундуков у подножья кровати но если я найду в сторожевую они заметят меня такая сюда заходил я не помню ты слишком молод чтобы помнить великий век колизея это был добрый 50 лет назад я был тогда совсем юнцом я помню что был фанатом одного бойца как же его там звали но сикс что-то типа того мой муж ничего не делал по дому везде или же бездельничает и мечтает я ничего не могу с ним поделать уж так его воспитали тут уже нихера нету если вдруг что ага мой отец торговец когда вырасту я буду торговцем как и он я про кич на бездельно бездельно что мой ключ конечно продается но и я не думаю что он тебе по карману понимаешь он супер редкие ладно если ты настаиваешь я сделаю тебе скидку ты готов я дам свой ключ за 10 г что серьезно ты купил мне ключ за 10 ого круто я богата держи и и красава а 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 ну мне шоу плохо нет вы нашли 10 г вообще норма ты видел маленькую так ты видел мальчика одетого в зеленое нет если я найду его то он пожалеет он просто ворвался в мой дом и начал разбить мои прекрасные горшки с красками я мои слуги от этого обезумели ему это так просто ни с рук не сойдет пойму так помяни мое слово если я найду его то слушайте может а линк типа ведра курица мы выше встречали таком мы три сестры хи 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 понятненько что у нас еще здесь есть сундуках 5 золотых но мы уже окупились так другую часть города мы следом позже сначала давайте эту часть так это таверна у нас добро пожаловать юные игроки подходите и узнайте правила самой величайшей игры всех времен ну конечно я говорю об игре в карты вы собираетесь карты и со статиза с армиями своих друзей но останетесь только один но останется только один выглядит круто шимки подходите чтобы узнать больше ага новый игрок вступает ему на колоду в качестве приветствия подарка позвольте мне предложить тебе эти три карты вы получили белку вы хотите узнать больше об игре в карты как играть игра в карты проще простого просто найдите себя в соперника и бросайте вызов если вы победите за перенка то получите новую карту в колоду игра в карты игра в век так с вековой историей для всех возрастов и найти игроков можно в любом уголке мира вы хотите узнать больше об игре в карты правило все довольно просто вытащите карту из колоды так вы положите бросить ее в колоду чтобы получить мя ману если вытащите ее наполовину если у нее у вас достаточно маны на поле они ударят вашего соперника или его карты лишитесь принять качество здоровья чтобы выиграть вы хотите ну это типа хорстона наверно или ас всех других игр где мы просто играем в карты остальная игра на каждой стороне 3 линии на 2 карты карты возле соперника могут нанести урон если напротив есть другая карта они сразятся между собой если нет урона нападающих соперника когда карта получает слишком много урона она возвращается в колоду вы хотите узнать больше да специальные силы некоторые карты могут не только сражаться даль так дальность наносит урон даже издаль издалека врагам первый удар первым наносят удар пробой лишний урон переходит на следующий цель магия дает одну ману заход лечение редкий лечит одну карту перед собой вы хотите узнать ну все тогда так а сколько мне всего карт нужно собрать а а вот оно как теперь у нас что есть да первая карта а а вау теперь можно даже так смотри смотрите ли будет прикольно крыса ну да это типа харстон крыса белка так подождите это у нас просто такой еще карта гризли класс всего 60 карт у нас еще есть а какой-то 4 это но его нету типа вызови меня пожалуйста и я хочу сыграть и выгру в карты ну давайте попробуем да это вообще иная игра подожди что я делаю какие-то не приспособление а нет она а но так как г с на Ах, тащи его. Ах ты ее. Так, у меня всего 2 маны, да? Поехали. Ну, пускай лучше медведь там стоит, атакует. Этот хотя бы будет мне по одному наносить. Так, это плохо. Медведи моего сейчас грохнут. Ну, блин, понимаете, здесь сигня в том, что очень мало мана дает. Есть варик того, что я сейчас проиграю. А, все. Хорошая игра. Вот, ты заслужил эту карту. Летучая мышь. А, повторно. Круто, у меня новая карта, и она невероятно потрясающая. Эй, мистер, хотите сыграть против меня? Готовы к игре? В карты. Да. Смотрите, здесь фигня в том, что... А, такая летучая мышь. Она стоит единицу. Это... Единственный плюс, на самом деле. Я сразу могу дамажить. На первом же ходу. Но это они сейчас отлетят друг от друга. Они не отлетят. Как я сейчас поступлю? Вот так я поступлю. Сразу дамажу. Он может две карты поставить. Он решил не ставить. Нормально. Бац, на три. Бац, еще. Все, я понял. Если, типа, я убиваю и наношу урон... Я выиграл здесь. Все. Мой медведь сейчас ударит и минус. Все. Тебе очень везет. Вот, ты заслужил эту карту. Безумный гриб. Ну, слушайте, здесь довольно прикольно тем теперь становится. То, что... То, что я получаю... Карты... Они что, все с картами? Входи слух, что есть непроизойденный чемпион по игре в карты. И у него есть непровожденная карта. Интересно, кто же это? Короче, у кого есть карты, у них есть значок. Типа, что у них есть карта. Поэтому да. Звезда. Привет, приятель. Хочешь просить мне вызов в игре карты? Как пират, я обожаю вызовы. Аррр, только не говори никому, что я пират. Я здесь инкогнито. Вот, видите, у него есть карта. То есть, да. Да-да-да. Я сразу могу его надамажить, понимаете? В чем прикол? Ой, вот это вот плохо. Да, он получает доп в манну. Мне нужен тоже такой же. И очень срочно. Так, летучую мышь я спереди ставлю. Хорошо. Ой-ой-ой. Он сейчас будет меня тоже пробивать. Блин, видите, у него хорошо то, что у него есть мана дополнительная. У меня и такого нету. Поэтому и у него тоже не будет этой маны. Ах, он решил все-таки мою мышку убить. Ну, не беда, у меня сейчас два урона, ему нужно... Хотя я уже выиграл. Все, я выиграл. Блин, пускай он мне даст тоже эту карту. Страшненько. Капля. Ха, да, это моя... Эээ... Третья победа за сегодня. Я только начинаю собирать колоду игры в карты. Мне предстоит собрать столько редких карт. Это у меня один... Сегодня одни салаги. Это даже не смешно. Мне почти жаль побеждать их. Хо, да? Ну давай. Ух, у нее хипа тоже, как у меня. А это может быть и проблем. Давай. Хотя я мог медведя повызвать. Будем потихоньку продвигаться. Так, здесь я проиграл. Что это у него за карта такая? Жесткая. Ни хрена себе. Проще понял. Надо... Надо на урон брать все дело. Это пипец. Ааа, я неправильно сделал. Ай-яй. Но она только дает ману, пока она не дошла до стенки. Я понял. Я это понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь меня будут очень сильно дамажить. Поначивай его карты. Ааа. Ааа. Ах ты шьё. Ах ты шьё. Это больно. Я могу только доджить сейчас урон. А я здесь, да, проиграл. Откуда я мог узнать, что там так жёстко. Откуда мне нужно было знать это? Я проиграл. Я не буду, думаю, застрять сильно внимание на вот этом. Ааа. 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 Ладно, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Следующий серий мы с вами рассмотрим до конца город. Посмотрим чё да как и как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.